Всем привет! Сегодня раскладик на деньги. И не просто раскладик, а еще и призыв денежный. Денежный призыв. Я записываю это видео в понедельник, день Луны. Луна отвечает также за деньги. От лунного света растет все неживое, а деньги это условно неживая энергия. Поэтому сейчас проводим диагностику финансового потока и смотрим, что по ситуации с деньгами. Деньги идут. Идут. Рыцарь Пентаклий, но медленно. Рыцарь Мечей. Двойка Жезлов. Деньги идут. Проблема в том, что... Да, медленно. Причина в том, что сейчас важнее для вас в жизни любовь, а не деньги. Деньги пока не поступают, чтобы вы, по всей видимости, решали вопросы с любовью. Да, а еще духовностью наполнялись. Да, здесь время осуществлять желание. Время выходить на новый уровень, более высокий. Деньги идут просто не в том количестве, в котором бы желалось. Просто потому, что нужно время еще и на любовь, на духовность. В общем-то, в процессе деньги идут. Идут. Хотелось бы больше. Да, вышли императоры, императрица. Так. Здесь про любовь идет речь. Здесь император, императрица, король чаш, девятка чаш, восьмерка чаш, возвращение человека, который любит императора, императрица, с любовью и с деньгами, по всей видимости. Сейчас посмотрим. С любовью, паш чаш. Смотрите, показывает карта, что у вас есть деньги. Есть. Просто сейчас какой-то, знаете, стадия ровная, что ли. Может быть, какая-то есть финансовая проволочка. Но медленный, просто медленный густой поток денег, небыстрый, из-за того, что можно еще другие сферы жизни подтянуть. Как все-таки увеличить финансовый поток без вреда для себя? Король Пентаклей. Дурак. Умеренность. Здесь нужно, если вы мужчина, вообще, знаете, ситуация так показывает, что нужно обнулиться. Вот как будто бы действительно вам сейчас нужно тратиться. Если вы переживаете, что вы тратитесь, нет. Здесь как раз говорят, что нужно вкладываться. То есть вы не тратитесь, вы вкладываетесь. Король Пентаклей обнулился, да, то есть такое чувство, что вложился в умеренность карта ангела. Если вы мужчина, то вам нужно вкладывать деньги в свою женщину. Если вы женщина, то вам здесь нужно какого-то мужчину, получается, искать, который будет в вас вкладываться. Хотя бы девятка Пентаклей, вам, в общем-то, деньги ты, ну, вы сами зарабатываете, да, вы сами интеллектуальные, то с мечей, то с Пентаклей. В общем-то, у вас всё в порядке с деньгами, трудностей никаких с деньгами нет. Сейчас вопросы любви решаются. В чём вопросы любви заключаются, ещё раз? Семью нужно создать, причём быстро. Ту семью, о которой вы мечтали. Да, четвёрка Пентаклей, смотрите, подойдёт, десятка Пентаклей, семья, четвёрка Пентаклей, семья. Да, здесь выходит так, что вам сейчас, и десятка чаш, в общем, упали все карты семьи, и десятка Пентаклей, и десятка Чаш, и четвёрка Пентаклей. Ситуация такая, что вам нужно вкладываться в семью. Выходить из отшельничества, точно вкладываться в семью, здесь такой ответ. В общем, смотрите, деньги к вам не будут поступать, пока вы не сделаете вклад в создание своей семьи. Если вы уже в семье, то в семью, в текущую. Если вы одиноки, то нужно создавать семью. Я думаю, вы все понимаете, да, а если вы в семье, то он уже вкладывается в семью. В общем, в любом случае, нужно деньги пустить на создание семьи, или на укрепление семьи, или на улучшение ситуации. Если, может быть, у кого-то переезд по четвёрке жезлов, у кого-то съехаться вместе, арендовать помещение, вложить деньги нужно. Вообще, в Королю Пентакле вообще обнулиться, то есть для мужчин вообще рекомендации, не бойтесь вообще всё потратить на свою женщину. Потому что такой сейчас период, период вкладываться. Да, мужчинам говорят, что нужно переставать быть холодным по отношению к женщине, и тогда у вас пойдёт финансовый поток, и не просто финансовый поток, а реализация в работе пойдёт. Да, реализация на работе пойдёт. Если вы начнёте вкладываться в свою женщину. Да, ребята, получается такая ситуация, что финансовым потоком вам нужно потратить то, что у вас есть, чтобы пришли новые. Ещё раз, правильно я понимаю? Да, причём, что вам нужно победить самого дьявола вообще в этом всём. То есть вам нужно победить дьявола, то есть победить жадность. Дьявол — это деньги. Но не просто какие-то деньги, а, знаете, желание наживы, быстрых, лёгких денег. Вот это надо убрать. Убрать желание быстрых, лёгких денег. Хитрых, каких-то теневых, каких-то нечестных заработков. Ну или просто очень быстрых. Что-то вроде того, что если вы играете где-то в какие-то азартные игры в реальности, либо в онлайн какие-то игры играете, там деньги вкладывать. Вот это вот вам нужно убрать. То есть побороть дьявола — это значит побороть жадность, по большому счёту. Жадность. Если вы скупой, стать благотворителем. Если вы игроман, на деньги играете, закончите с этим. Да, вам нужно положить конец вот своему азарту, вот этому яркому, жаркому азарту. Уйти от этого. Королева Пентакли. Послушайте, здесь мужчина в рекомендации чёткие. Вот какие-то свои игрища заканчивать и вливать деньги в Королеву Пентакли. Шесть мечей — это карта вливаний Королева Пентакли в женщину, в жену, кто женат. Да, иначе тут вообще серьёзные вопросы могут быть. Смотрите, кто обманывает вообще, кто юридически нечестен, правосудие падает, и семёрка мечей. Обман юридический. Но это… вас за это могут конкретно наказать. Вы должны это понимать. И это не просто так. Это будет очень тяжёлые последствия. Поэтому вам нужно срочно заканчивать со всеми этими игрищами, с финансовыми манипуляциями. Все деньги вкладывать в женщину, создавать с ней семью. Если у вас уже есть женщина и семья, вкладываться в семью. У кого есть дети? Помогать детям. Чужим детям тоже показано помогать. И своим, и чужим. В общем, вам здесь рекомендация. Если у вас есть какой-то азарт, может быть, у кого-то здесь вообще какие-то непонятные свидания, вечеринки. Здесь кто-то вообще, не знаю, заказывает каких-то… Даже не хочу такое говорить. Здесь кто-то вкладывается в нехорошие вещи по дьяволу. В очень нехорошие вещи. В опасные, вредящие здоровью. В опасные связи. Кто-то здесь тоже может вкладывать деньги свои. Вам говорят, что все это зло, всего этого дьявола нужно побороть. А деньги вкладывать в стабильные отношения, в создание семьи, либо в семью, которая существует. После вклада в семью, тогда только вам падают деньги. Если вы одинокий, если вы не нацелены на семью, если вы не намерены создавать семью, значит, это ваш дом. Ваш дом, что-то приобрести в дом или маме что-то купить, папе, детям, если вы, например, одинокая мамочка. То есть все равно здесь речь о том, что вы куда-то не туда тратите. Давайте еще раз посмотрим, куда вы не туда тратите деньги. Ну, опять-то она выходит. Послушайте, кто здесь... Ну, как это сказать на ютубе? Здесь какие-то женщины-однодневки у мужчин. Здесь какой-то мужчина ходит, может быть, там один раз сходил на свидание, и все. Сливает деньги на женщин-однодневок, на ночных бабочек. Вот, не знаю, как сказать, на ночных бабочек. Точно, сливает деньги на ночных бабочек. Кто это делает? Повешенный какой-то. Девочки, если вы сейчас в ситуации, когда мужчина вам не пишет, он здесь ходит. А, он в интернете это делает? Он не в реальности это делает? Боже, он в интернете это делает. Здесь мужчина может, например, покупать какие-то фотографии женщин. За деньги покупает мужчина. Ай-яй-яй. Ну, ему за это прилетит. Ой, боже. Здесь мужчина какие-то вкладывает деньги, я не знаю, в покупку каких-то видео. Сами знаете, кола характера 18+. Видео, либо фото. То есть он каким-то девочкам отправляет деньги. Ой, боже, у меня уже аж горло закрепело. Кто-то не хочет, чтобы я это говорила. Фу, голова запалела, горло закрепело. Кто это? Король жезлов. Тут какой-то мужчина... Девочки, тут какой-то мужчина тратит деньги на... Это в реальности еще раз? Нет, это не в реальности, потому что он любит, скорее всего, вас. Тут двойка, чаш, туз, чаш выходит. Человек в депрессии. Страстный. Он что-то покупает, какие-то видео, либо фото девочек легкого поведения. Но любит он вас. Хочет к вам в реальность, хочет к вам. То есть он в онлайн что-то там смотрит, какие-то видео. А в реальности, физически, хочет к вам приехать. Колесница, четверка жезлов. Хочет приехать к колеснице, четверка жезлов к вам в дом. Потому что вот у вас взаимная любовь, туз, чаш, двойка, чаш. Зачем он это делает? Как-то он так себя успокаивает. Как-то он там себя так успокаивает. У него внутренний конфликт, и... Он старается внутренний конфликт заглушить деньгами. Но почему-то вкладывается... Дурак, вот карта дурака. Нужно вкладываться в вас, а он вкладывается в каких-то девочек, какие-то видео. Какие-то видео. Какие-то фотки. Так, ну мне показывают, что он скоро, да, положит этому конец правосудия. Знаете, что у этого человека вообще могут деньги отнять из-за того, что он это делает. То есть, вот если вы мужчина, который сейчас узнал себя, то у вас просто деньги заберут, у вас вообще денег не вводят, если вы это будете продолжить. Продолжайте. Вам нужно вкладываться в женщину, в жену. Если у вас нет жены, то вам нужна... Да вы её знаете, шестёрка чаш. У вас её нет, шестёрка чаш, шестёрка жилов. В общем-то, вы её знаете, эту женщину точно. И вы для неё победитель. Она вас воспринимает как победителя. Она знает, что вы вот это вытворяете? Она догадывается? Нет, она думает, что вы на работе работаете. Она вас любит. Она думает, что вы на работе только... А вы думаете, что вы отшельник? Ну, вы как бы, по сути, есть отшельник. То есть, это не физически. Да, это только какие-то фантазии виртуальные. Ну и скоро наступит смерть всем этим фантазиям. Всё, тупик, двойка мечей на это всё дело ложится. В общем, здесь всё понятно. У мужчины ступор в деньгах, потому что он вкладывается в разврат, в азарт, в лёгкие деньги. Покупает что-то вроде наркотических, алкогольных, никотиновых, вот этих всех препаратов, средств. Девушки, пока уже всю колоду вытащила, даже не знаю, доставать вам ещё раз. Давайте. У вас, получается, мужчина ваш тормозит, ваш финансовый поток. Особенно, если это ваш муж, то всё ясно. А если это не ваш муж, а человек, который должен быть по судьбе вашим мужем, то он просто тормозит развитие вашей пары. Давайте посмотрим, что делает девушка. Мужчина, всё ясно. Мужчины вкладываются в азартно-развратные штучки. А девушкам что делать? Детка, пентакли, семью создавать девочке. Тут вам сказано в семью идти. Вам сказано искать боготворителя, человека, императора, императора, который захочет в вас вкладываться, для которого вы будете всем миром, богиней, он захочет в вас вкладываться, как в свою Еву, как в свою первую женщину, единственную, судьбоносную. Только в вас, постоянно, по рыцарю. Девочки, да, вам здесь рекомендация, что вы и так уже, знаете, как самодостаточны. Вам по судьбе брак уже. То есть вы всё, что могли сами, уже заработали, получается так. И вам здесь теперь расширение только через мужа, через короля пентаклей, через императора. Ваша самостоятельность, вы как бы уже отработали, да, этот этап, когда вы были самостоятельны. Если вы в браке и самостоятельны, то вам здесь, конечно, рекомендация... Дети тут идут. Тут дети. Вкладываться в детей. Вкладываться в детей. Ну, здесь искать ещё одного мужчину. Смотрите, если вы в браке, и у вас есть муж, в него не вкладываться, вкладываться в детей. И искать новую любовь, если ваш муж вас не любит. Вот ваш муж, получается, вам деньги не даёт. Пять пентаклей. Вам нужно искать нового мужчину. Рыцарь мечей. Король жезлов. Ну да, вам нужно искать нового мужчину. Который будет воскладываться. Который... Тут такая история какая-то пошла длинная, очень-очень сложная. Который создаст конкуренцию вашему мужу, и тогда ваш муж станет воскладываться. Всё понятно. В общем, вам здесь говорят, завести поклонника, тогда муж очухается, очнётся. Ой, у меня аж доллар упал. Тогда ваш муж очухается, очнётся, начнёт воскладываться. Здесь даже можете не реально, но нереального мужчину, а создать видимость поклонника. Сейчас посмотрим, можно сыграть существование поклонника. Можно королева чаш, драма квин. Сыграйте эту драму, сыграйте эту тратик-комедию. Сыграйте, что у вас появился какой-то поклонник, тогда ваш муж начнёт воскладываться. Вот что получается, ребят. Ну всё, доллар летит, значит, денежка уже спешит. Вот по колесу фортуны будет много денежек. Всё, всем спасибо, всем пока!